Икона преподобного Антония Киева-Печерского появилась в Рогачах-Подлясе еще в середине 18 века. Несмотря на то, что в это время здесь процветала уния, народ все равно держался почитания святых, которые просияли из стольного града Киева, принесли афонскую традицию на земли Древней Руси. Обрел чудоторный образ Пан Матусевич и до 1754 года, когда он умер, его трудами был воздвигнут храм преподобного Антония Киева-Печерского. Эта икона здесь была, она была очень почитаема, как и сегодня. Здесь приходили люди, были многие исцеления. И пришлось так, что в 1872 году батюшка Харлам Павиш Василий, он здесь возле храма похороненный, он постановил обновить икону. Когда батюшка взял икону домой, в ту же ночь храм сгорел. Тогда в Рогачи был принесен пустовавший храм Рождества Пресвятой Богородицы из деревни Дубины. Новое испытание случилось в 1915 году, когда во время приближающегося фронта в глубь России были эвакуированы и люди, и все святыни. Тогда образ преподобного Антония пропал. Остался лишь его оклад. Но возле обложки этой были исцеления, и потому построили здесь этот боковый предел. Это на деревенских храмах не бывает. Были тоже исцеления. И монах из Жаровицкого монастера, архив, он написал икону, которую допасывал до этой рамы, которая здесь есть, деревянной, позолоченной. Раньше торжества в Рогачах проходили с большим размахом. Паломники приезжали со всей округи, ночевали около иконы преподобного Антония. Сейчас такого рвения уже нет. Молодежь разъехалась по городам. Но надежда на продолжение тысячелетней духовной традиции есть. Ведь в будний день собралось вокруг храма несколько сотен людей. Говорит о величии и чудесах преподобного. Дивен Бог во святых, своих Бог Израилев. Господь делает посредством угодников Божих великие чудеса. Одни исчезают, другие находятся и постоянно в жизнь обновляются. В этом заключается сила святых. Митрополит Варшавский и вся Польша Сава призвал следовать преподобному Антонию. Как отметил блаженнейший Владыка, почитая образ преподобного, мы должны подражать образу его веры. Потому как именно дар веры делает человека настоящим человеком. Важно актуализировать житие святых. Делать их фигуры более близкими современным людям. Он так как бы сегодня живет, что вы из Белоруссии приехали, что есть супруга посла, что Владыка есть, что Архонтус есть. В конце торжеств Владыка поприветствовал почетных гостей, среди которых особенно тепло. Супругу посла России в Польша. Вы знаете, я сегодня немножечко вернулась в детство, когда с родными мы ездили на престольные праздники, тоже в село, к родственникам. Вот такая же атмосфера, какая-то любви, тепла, все друг друга знают. И с одной стороны такая вот обыденность, а с другой стороны праздник. Это так трогает, это настолько вот какие-то эмоции, чувства. Вот как будто все твои родные. Митрополит Сау поблагодарил также фонд диалога народов и братства святых равноапостных Кирилла и Мефодия за участие в жизни прихода. Кирилла Мефодиевское братство презентовало программу духовного возрождения сельских общин. Также предстоятель Польской Православной Церкви вручил высокие награды – ордена Святой Равнопостной Марии Магдалины, и первым ордена был удостоен настоятель прихода Отец Мирослав за 25-летие священнического служения. Блажение Шисава напомнил верующему народу, что с 16 по 23 августа в пределы Польской Православной Церкви состоится принесение десницы Святой Марии Магдалины, а также частицы животворящего креста Господня – святынь Афонского монастыря Симона Петра. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Рогачи, Подлясье, Польша.